В Ульяновске прошла итоговая стратегическая сессия «Движение вверх». По дворце творчества детей и молодежи собрались авторы лучших идей. Горожане и жители районов области на протяжении двух месяцев представляли свои проекты модератором и руководителю стратсессии Александру Шувалову. Ему понравилось работать с ульяновцами. Столичному тренеру приглянулось несколько направлений. Первое – это внедрение энергосберегающих технологий. Есть интересные проекты по созданию комфортной среды, в том числе связанные с электромобилем, с электротранспортом, чего ожидают многие введения именно электротранспорта, введения альтернативных источников энергетики, создания умных домов. А вообще люди ждут, что даже дома будут печататься на 3D-принтерах именно такие, какие необходимые. Руководитель стратсессии понимает, что технологии пока что не дотягивают до должного уровня. Но в том и суть, что все проекты, представленные на сессии, опережают текущие события. Однако некоторые экологически чистые технологические решения у нас уже есть. Жители Николаевского района предложили установить ветрогенераторы наподобие тех, что есть в городе. Это строительство ветряков в Николаевском районе, чтобы энергия для производства, для нашего района, она была более дешевой. Цель многочисленных мозговых штурмов – определить векторы развития на будущее. Демография тоже оказалась в списке актуальных тем. Участники даже разработали специальный инструмент для повышения рождаемости. Это многофункциональный центр развития семьи. Да, пока он какой-нибудь кустовой, межрайонный. Но там и отдых, там и развитие, там и идеология, и воспитание патриотизма. Для того, чтобы южный куст Ульяновской области стал привлекательным для гостей и инвесторов, жители Павловского района сделали акцент на инфраструктуру. Участники стратсессии предложили построить экоферму и турбазу. Место для туристов отдыха, так же, чтобы детишки могли прийти воуче, увидеть, что такое бегают барашки, и как они вообще выглядят. Потому что сейчас большинство городских детей даже не знают, что это такое. И чтобы так же было в этом экоферме создание сыра, сыроварни было. Во время стратсессии жители предложили более 7 тысяч различных идей. После обработки специалистами на каждый район было выделено по 12 реализуемых проектов. По словам организаторов, одинаковые предложения, которые были ведущим лейтмотивом в каждой сессии, уже взяты в работу.